Вечера 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 20 века. Вы знаете, Господь заповедал Божьему народу быть усердными в том, чтобы передавать своим детям, следующему поколению, тот путь, которым они прошли, те чудеса и знамения, которые Бог в их жизни являл, подтверждая, что Он с ними. Конечно, нам очень важно знать историю прошлых поколений, и не только для того, чтобы не допустить ошибок, но и для того, чтобы видеть, как Господь начинал исполнение силой Святым Духом, и как Он начинал вот это движение пробуждения в народах во всем мире. Одним из таких ярчайших моментов в истории стало пробуждение, которое произошло в 20 веке. Те, кто учились в богословских семинариях, вы знаете, что существует такой предмет, наверное, не во всех, но во многих, называется история пробуждений. Это означает, что церкви уже 2000 лет, но на протяжении 2000 лет были разные периоды. И Средневековье со своими инквизициями, сжиганиями еретиков на костре, и первый период отцов церкви, когда все еще огонь ревности, любви по Богу просто горел в сердцах людей. И потом такие темные, провальные периоды, когда, казалось, ничего не происходит. Религия стала просто вот как, по-моему, Ленин сказал, опиумом для народа, которая просто стала какой-то системой, и все, ты приди в церковь, ты там отдай что-то, ты вот помолись, и все, Бог даст тебе прощение. Помните, индульгенция и многие другие моменты извращения истины Божьей. Но когда мы смотрим таким образом на историю, нам почему-то кажется, что все-таки будет, все будет хуже, все придет в состояние разрушения и все. Но я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели другим взглядом, посмотрели на то, как Бог вмешивался и продолжает вмешиваться в историю человечества. Мне очень нравится мысль, которая видна во всей Библии. Это мысль следующая. Бог всегда сохранял свое присутствие в человеке, в человечестве. Бог сквозь всю историю человечества сохранял всегда тех людей. Пусть даже это был остаток, но всегда у Бога были люди, которые слышали Его голос, понимали Его сердце и были верны Ему. И Царство Божье подобно реке. Иногда она полноводная, ломает все на своем пути, течет и завоевывает целые континенты и страны. Иногда она мельчает, как наша опь сейчас. Недавно я ходил там по берегу и удивился, воды так мало, воды так мало. Но она никогда не может высохнуть, потому что это Божья река, река Святого Духа. Я хочу дать вам несколько текстов, и потом мы пойдем в историю 20-го столетия. Первый из них – это Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих. Здесь Иисус говорит такие слова «Огонь, пришел я не извести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Огонь, 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 пришел я не извести на землю, и как желал бы я, чтобы он возгорелся. Второй текст из Аввакума, 2 глава, 14 стих. Перед тем, как мы посмотрим, что сказано в этом стихе, я хочу напомнить вам, что Аввакум – это был один из тех пророков, который задавал вопросы Богу. Он смотрел на все, что происходит вокруг, и он был в глубоком отчаянии. Он говорил, зло только увеличивается. Коррупция, несправедливость, беззаконие, нет праведных судов. Что происходит? Происходит все хуже и хуже и хуже. И он просто был в унынии, и в этом состоянии он задавал вопросы Богу. Вторая глава Аввакума начинается с того, что он нашел укромное место, и он говорит, я стал на стражу мою, то есть я отодвинул все абсолютно, то, что отводило, увлекало внимание мое, и я сконцентрировался полностью на том, чтобы слышать голос Божий. Он говорит, я стал на стражу мою. Стоя на башне, я наблюдал, чтобы узнать, что Бог скажет во мне, что мне отвечать по моей жалобе. Какой ответ Божий на все это? И вы знаете, Бог начинает говорить, и он приходит в шок от того, что говорит Бог, потому что Бог говорит, что на самом деле то, что ты видишь твоими плотскими земными очами на самом деле будет еще хуже, но... И Бог продолжает говорить с ним. И вот мы приходим к 14 стиху. И здесь написано так, земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море, даже не река, а море. Это ключевой стих. Это ключевой стих. И у Аввакума на самом деле был выбор либо смотреть на то, что происходит вокруг, и говорить, как все плохо, раньше было лучше, сейчас все плохо, как все ужасно, будет еще хуже, мы можем с вами говорить. Никогда не было такого, мы сидим все в масках, пандемия. Посмотрите, что происходит с экономикой, посмотрите, что в мире происходит, сколько горячих точек, посмотрите том, посмотрите, какие беды, катаклизмы, посмотрите, что мир вообще глубоко болен, все хуже и хуже. Но мы можем посмотреть другими глазами и добраться до 14 стиха и увидеть, что Бог говорит. А Он говорит, земля. Конечно, не материальная земля. Люди, живущие на земле, народы, континенты, страны наполнятся славою Божьей, познанием Господа, так как воды покрывают море. Я не знаю, но я очень хотел бы, чтобы ты этот стих взял в свое сердце. Это наша надежда, это наша вера, это наше упование. Я добавлю, что ни одно слово, ни одна иота, которая сказана Богом и записана в Священном Писании, не пройдут. Так написано, Иисус сказал, Бог сказал, доколе не исполнится это. А это еще не исполнилось. А на земле еще познание Бога не накрыло всю землю. Это еще впереди. Но я очень хотел бы вместе с вами посмотреть на то, что было сто лет тому назад, и посмотреть на историю вмешательства Божьего, присутствия Божьего, помазания Божьего, исполнения и излияния Духа Святого на людей в начале 20 века. Я изучал эту тему, и я скажу вам, я настолько вдохновлен, я просто вдохновлен, я не знаю, как вам передать вот то, что в моем сердце, я как будто бы, знаете, где-то в предвкушении чего-то особенного, сильного, мощного, того, что надвигается, надвигается от Господа. Конечно, и бедствия, и катаклизмы будут, и 24 глава Евангелия от Матфея будет исполняться. Но давайте посмотрим, посмотрим на почерк Божий в прошлом 20-м столетии. Итак, исторический обзор. До недавнего времени считалось, что самое мощное излияние Святого Духа на людей было в 1906 году. Оно произошло в Лос-Анджелесе, в Соединенных Штатах Америки, на тех христиан, которые собрались там, в коровнике, который находился по адресу Азуза-стрит. И так и вошло оно в историю пробуждения на Азуза-стрит. Пробуждение, которое было тогда, вылилось в основание тысяч церквей по всему миру и рождение 26 динаминаций. Миссионеры, вышедшие из того места в течение трех лет, посетили 52 страны мира. И этот огонь пробуждения распространился по всему миру. И так и вошло в сознание христиан. Это пробуждение, как начало рождения пятидесятническо-харизматического движения. Но сегодня, благодаря труду некоторых историков, известно, что в первом десятилетии 20-го века в разных местах земного шара появилась так называемая серия излияние Духа Святого и рождение общин. Мы посмотрим на девять таких мест, где Дух Святой был просто излит. И там были целые движения. Церкви рождались. Сотни, тысячи людей приходили к Богу. Пробуждение 1903 года в Пхеньяне, в Корее. Пробуждение 1904-1905 года в Индии. Пробуждение 1906-1909 года в Лос-Анджелесе. Пробуждение 1908 года в Маньчжурии. Пробуждение 1909 года в Чили. Пробуждение, охватившее в 1914 году берег Слоновой Кости, побережье Гвинеи, Либерийскую область Кру. Пробуждение в Норвегии, Венесуэле, других местах. Это просто удивительно. Доктор Пол Мовервиль, выпускник школы мировой миссии Фуллеровской семинарии, анализируя пробуждение 20 века, пишет, Бог позаботился о том, чтобы одинаковые по своей сути дары Божии распространились по миру в течение короткого промежутка времени. Из всех пробуждений, которые были в 20 веке, самое известное и изученное нами пробуждение, это пробуждение все-таки в Лос-Анджелесе на Азуса-стрит. Но я хочу сказать, что было два важных события в 20 веке. Первое из них произошло, только вдумайтесь, 1 января 1901 года. Студентка Библейского колледжа, Агнес Огман, Озман в Канзасе, просто находилась на уроке, когда преподаватель преподавал тему о Духе Святом. И вдруг Дух Святой сошел на нее, и она начала говорить на иных языках, как описано в Деянии апостолов во второй главе. На самом деле сегодня богословы считают именно эту дату началом пятидесятнического харизматического пробуждения в мире. Вторая дата, это 14 апреля 1906 года. Известный христианам человек, черный человек, Уильям Сеймур, который ревновал очень сильно о том, чтобы Бог пришел в их народ, который молился, постоянно ходатайствовал перед Богом, он провел первое служение вот в этом коровнике на Азуса-стрит в Лос-Анджелесе. И это стало датой начала пробуждения на Азуса-стрит. Хочу поговорить с вами немного о статистике. Один из моих друзей говорит, статистика такая вещь, против нее очень трудно поспорить. Вы знаете, статистика не всегда однозначная. То есть не все источники дают одинаковые цифры. Я попытался взять, ну, более-менее сбалансированные цифры из всего того, что попадается, что есть. И я хочу привести вам просто в пример и показать, что сделал Бог за 20 век. 1947 год, два года после Великой Отечественной войны. В Цюрихе, в Швейцарии, собирается первая всемирная пятидесятническая конференция. И они подводят итог, или они считают, сколько христиан в их церквях, и они добираются до цифры 5 миллионов. Итак, в 1947 году евангельских христиан, исполненных Святым Духом, было 5 миллионов. В 1965 году их было уже 50 миллионов. В 1975 году их было 96 миллионов. В 80-247 миллионов, исполненных Духом Святым Христиан во всем мире. В 91-м году, помните, Советский Союз распался, и тогда в мире насчитывалось 392 миллиона. В 93-м году 402 миллиона, всего через два года. В 98-м году 574 миллиона человек являются членами церкви и исполнены Духом Святым. В этом числе есть 52 миллиона китайских христиан. Я процитирую одного исследователя, феномена пробуждения 20-го века, который эту статистику анализирует. Его имя Дэвид Барретт. И он, анализируя, что произошло в прошлом веке, пишет такие слова, что мы можем сказать смело, что мы наблюдаем взрывообразный рост евангельского движения. Другими словами, люди в мире хотят знать Бога. Люди в мире ищут настоящие. Люди в мире устали от материальных вещей. Люди в мире, внутри, они поворачиваются и хотят иметь переживания с Богом, с тем, кто создал их. Потому что еще много лет назад Давид сказал, только в Боге успокаивается душа моя. В качестве примера Дэвид Барретт приводит статистику в двух странах, в Бразилии и в Китае. Я очень кратненько покажу вам это. 910 год, 20-й век, начало 20-го века. В Бразилии только первые пятидесятники появляются. В 930 году через 20 лет всего 13,5 тысяч членов церкви. Еще через 10 лет уже 400 тысяч. Еще через 20 лет уже 960 тысяч членов церкви. А в 90-м году их 5 миллионов, в 93-м 15, в 99-м 40 миллионов. В 2013 году их 72 миллиона членов церкви при населении Бразилии, 211 миллионов. Это 34% от населения этой страны принадлежат евангельским протестантским церквям. Китай, посмотрим на Китай. Одна из самых сложных для проповеди Евангелия стран мира. Тем не менее, в 80-м году там было 10 миллионов христиан. В 98-м году 52 миллиона. В 2007 году Шанхайский университет. Мы знаем, что как минимум в три раза они занизили эту статистику. Они провели социологическое исследование количества верующих людей в Китае. И они дали цифру 70 миллионов протестантов. В 2014 году их было больше 100 миллионов христиан. В 2021 году их было на начало года этого года 171 миллион. Это в два раза больше, чем количество членов Коммунистической партии Китая. Их там всего 86. И Центр глобального христианства дает прогноз по Китаю, что при такой динамике роста количество христиан, а у них каждый год 7% увеличивается, в 2025 году будет насчитывать 255 миллионов. А к 2040 году христиан в Китае будет 579 миллионов. Это будет самая христианская страна в мире. Давайте прославим нашего Господа, потому что Бог спасает огромными количествами людей. Теперь я хочу, чтобы мы еще раз посмотрели на численность евангельских христиан, исполненных Святым Духом в мире. В 1970 году было всего 74 или 6% от всех христиан в мире. В 1997 году кто-то только родился, Авигея моя только родила в 1997 году, их было 497 миллионов или 27% всех христиан в мире. В этом году, в начале этого года, только вдумайтесь, нас в мире 970 миллионов или 40% от количества всех христиан, всех динаминаций. и если эта динамика сохранится ростом, то в 2025 году у нас будет 1 миллиард 140 миллионов или 44% всех христиан. Напрашивается несколько выводов после статистики, я хочу их озвучить. Первый из них евангельское, пятидесятническое, харизматическое движение, это Божие движения. За этим не может стоять человек. По всему миру, поворачивая людей к Богу, никто, ни одно правительство, ни одна группа людей не могли бы это сделать. Это Божие движение. Второй вывод. Евангельское движение является вторым по численности в христианстве после католической церкви. На сегодняшний день католическая церковь насчитывает 1 миллиард 300 миллионов своих прихожан. А евангельское, пятидесятническое, харизматическое движение подбирается к 1 миллиарду. А для сравнения православных христиан в мире сегодня всего лишь 200 миллионов. Третий вывод. Начиная с 97-го года. Евангельское, пятидесятническое, харизматическое движение насчитывает больше людей в своих церквях, чем все вместе взятое протестантство и англиканство. Четвертый вывод. Излияние Святого Духа на людей и появление пятидесятнического движения преобразило христианство, влияет на города, селы, на страны, влияет на весь мир. Возможно, история 21-го века будет радикально и перманентно определяться этой новой динамичной волной Святого Духа. Это не мои слова, слова Алистера Маграта. И еще пятый вывод, последний, который я хочу сказать после статистики. Распространение и влияние в христианском мире пятидесятнического харизматического движения стало настолько широко, что можно говорить о третьей великой эпохе церковной истории, которая следует за эпохой католицизма и эпохой протестантской реформации Мартина Лютера. Опять-таки, не мои слова, слова доктора Сен-Сторнса. Итак, как пример хочу рассказать вам об одном богослове, который преподавал в Гарварде. Он уже в возрасте, он все еще жив, но когда он только начал преподавать в этом институте или университете, шел 1965 год, и он опубликовал свою книгу под названием «Светский город». Эта книга сразу же стала бестселлером. И вот его оценочная фраза, ключевая фраза из этой книги «Секуляризм, то есть общество без Бога, пришел в нашу жизнь и уходить не собирается. Бог мертв. Христианство должно приспособиться к современному мышлению людей и их ценностям. Это именно то, что мы видим сейчас, что происходит в Европе и не только во многих странах мира, когда мы человека поднимаем выше всего. Дальше он говорит так, религия теперь будет сосредоточена не на Боге, а на человеке. То есть я Бог, я что хочу, то вырочу. Это его мысль в 65 году. Ровно через 30 лет Бог дал ему жить, быть в памяти и он аналитик, он исследователь. Ровно через 30 лет профессор Харви Кокс опубликовал еще одну книгу и назвал ее «Огонь с неба». И ее главный аргумент полностью противоречит тому, что он утверждал в своей книге 30 лет тому назад. Вот что он пишет. 21 век будет принадлежать не секуляризму, а евангельскому движению. Излияние Святого Духа это ураган, который уже затронул более полумиллиарда человек. И это альтернативное видение для всего человечества. Сегодня мы наблюдаем лишь начальную стадию этого влияния. Я повторю эту мысль, и слияние Святого Духа это духовный ураган, это альтернативное видение для всего человечества. Вы знаете, я вдохновлен, когда просто аналитики, люди светские, люди, которые изучают то, что происходит в мире, говорят, что евангельские церкви, излияние Святого Духа, это ураган, духовный ураган, это альтернативное видение для всего человечества. Я хочу очень кратенько дать вам несколько уроков, которые, изучая эту тему, я извлек. Первые из них, то есть, ну, что это за уроки? Это уроки, которые покажут нам, что было в христианах, которые получили крещение Святым Духом в начале 20 века, и чего так хотелось бы нам с вами видеть здесь, в наших церквях. Что было особенным? Какая характеристика того движения пробуждения, которое было в 20 веке? И чем оно отличается от современной церкви? И я очень кратенько остановлюсь на семи уроках, семи характеристиках. Первый из них, христиане в 20 веке были сфокусированы в своей проповеди на покаянии. Практически не было ни одного служения, где не звучала бы мысль «покайтесь» и «веруйте в Евангелие». Это звучало постоянно. «Покайтесь в вашем умственном христианстве, покайтесь в вашей сухости, покайтесь в вашей апатии, в вашем теплом состоянии, покайтесь в ваших грехах, не идите ни на какие компромиссы с миром». И после таких призывов, после таких проповедей, люди рыдали и просили у Бога милости и спасения. плач о грехе и покаяние было особенностью их церковных богослужений. Я хочу сказать, что мне посчастливилось в 1995 году быть на собрании пробуждения, где Дух Святой был просто извитно, обычную церковь, такая, как наша церковь. Молодая девушка, подросток, на самом деле, 14-летний, она написала песню, вышла перед всеми, чтобы спеть ее, и когда она пела, сошел Святой Дух, знаете, что было на том собрании? Люди плакали, люди плакали, они вдруг стали видеть, что их состояние очень плачевное, они стали просто, произвольно, на колени становиться, просить, Господи, измени меня, очисти меня, измени меня, и это вылилось просто в целое движение пробуждения. Когда я был в этой церкви, то за два часа до богослужения церковь на четыре тысячи метр сал, только где-то в конце на балконе, оставалось еще несколько мест, и я смог найти там место за два часа до начала богослужения. И проповедник, который проповедовал, пастор Стив, он говорил, из 49-го псалма, он говорил такую тему, что ты это делал, это Бог говорит, а я молчал, ты думал, что я такой же, как и ты, я приду к тебе, я изобличу тебя, я покажу тебе твое состояние, твою греховность. И он говорил о том, что если ты не слышишь Бога, то, возможно, ты что-то делаешь, не то, что угодно Богу. Он говорил, Бог ненавидит грех, Бог любит каждого человека, но посмотрите на ваши поступки. Вы знаете, когда он еще говорил, он не закончил проповедь, люди стали выходить вперед, и люди стали в проходах везде, просто падать на колени, падать на лица свои, и просто плач стоял во всем зале. Я такого никогда не видел, хотя в детстве, когда я рос, было подобное излияние Духа Святого. Это было удивительно. Я помню еще в детстве один из моих друзей, он старше меня на 10 лет, и он поехал в Аргентину, и когда он приехал, он рассказывал об этом, это было просто настолько для нас удивительно, я запомнил эту историю. Тогда в Аргентине был излим тоже Дух Святой, и был такой проповедник, Карлос Анаконди, он был бизнесменом, потом Господь коснулся его, он наполнился Духом Святым, и стал проповедовать. И он стал делать палатки, и люди собирались в этих палатках, и он говорил о покаянии. И очень, очень интересно, потому что общественный транспорт, который проходил через то место, где на поле рядышком стояла палатка, нередко все находящиеся в автобусе люди, останавливаясь, включая водителя, и чувствовали обличение своей греховности, начинали просто как-то неестественно вести себя. Кто-то выходил, кто-то просто бежал в палатку, кто-то плакал, кто-то молился, просто проезжая через это место, Бог настолько наполнял прямо целую территорию Духом Святым. Это удивительно. Христиане в начале 20 века отвергали покаяние сухих глаз. Они считали, что истинное покаяние начинается с сожаления о своих грехах и сокрушения о них. Второй урок, который мы можем извлечь, это постоянная и сильная молитва. Они взяли в основании местописание из Иакова с 5 главы, где написано, что много может усиленная молитва праведного. И они постоянно молились. Бабушка моей жены Надежды, она была диаконистой в церкви, потому что всех братьев посадили в тюрьмы. Каждые 15-20 минут она прерывалась для молитвы. Молитва был образ жизни. Они молились о неспасенных родственниках, о том, чтобы Господь выслал делателей на Ниву свою. Они молились о правительстве, о новых церквях, о нуждах, об исцелении и так далее. Эта церковь становилась молитвенной церковью. В эти годы появилось выражение брать на руки молитвы, что означало, что они посвящали себя молитве за неспасенного до тех пор, пока этот человек не приобретал спасение. Они молились, молились и молились. Они были неотступны в своей молитве. Третий урок. Это сильный акцент на исполнении Духом Святым. Вы знаете, очень интересно, но появилось новое понимание определенных текстов Священного Писания. В Деяния апостолов во второй главе, когда речь идет о том, как Дух Святой сошел на землю, там мы читаем, Петр встал вместе с одиннадцатью и произнес такую речь, в результате которой три тысячи человек покаялись. Но в этой речи, во время того, как он говорил, он сделал ссылку на пророка Иоиля. Пророк Иоиль, это Старый Завет. И там написано в книге пророка Иоиля во второй главе, в двадцать третьем стихе, «И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и дождь поздний, как прежде». Интересно, вот этот стих понимался таким образом, что ранний дождь – это излияние Духа Святого в день Пятидесятницы. Это ранний дождь, рождение Церкви, мы читаем об этом в Деяниях, а поздний дождь – это излияние Духа Святого в двадцатом веке, когда по всему лицу земли люди обращаются к Богу. Это поздний дождь. Они верили, что Бог дает поздний дождь, изливает свой Святой Дух с двумя целями. Первая из них – это изменить, преобразовать самих нас, верующих, саму Церковь, пробудить нас, вывести нас из теплого состояния, чтобы огонь загорелся внутри нас. И вторая цель – послать сигнал этому миру, что время приближается, и Господь близко, и Он грядет. Вы знаете, в церквях делали акцент на Божьей силе. Апостол Павел в одном из текстов говорит, что я, когда приду к вам, он пишет это Церкви, я не буду слушать ваши слова. И он даже так называет слова возгордившихся. То есть, если ваши лидеры возгордились, ваши пастыри говорят слова, я не буду слушать ваши слова, слова возгордившихся. Я хочу видеть силу Божию. Другими словами, я хочу видеть, что больные исцеляются. Люди, которые зависимы от демонов, получают освобождение. Люди выходят из уныния, из депрессии. Бог разрывает всякое проклятие. Я силу Божию хочу видеть в вашей церкви. И когда пришло пробуждение в 20 веке, был большой акцент на исполнении Духом Святым. Это расценивалось, как постный дождь и на силе Божией. Четвертый урок, который мы можем извлечь, это работа, освящающая работа Духа Святого в христианах. Интересно очень. Христиане, исполненные, христианин, исполненный Святым Духом, не грешит. Мы, конечно, скажем, что это процесс освящения. Процесс длиною всю оставшуюся жизнь. Я потихоньку перевоспитываюсь. Я в церкви потихонечку, потихонечку. Я уже не такой злой. Я уже не ругаюсь, например. Я уже не употребляю ничего. Я уже не обманываю. Я уже и дома больше. И мы думаем, что это длина всей жизни освящения. Христиане в 20 веке, будучи исполнены Духом Божьим, переживали удивительный феномен, когда они были исполнены Духом Божьим. Они замечали, что у них отпадало просто всякое желание грешей. Такое чувство, как сверхъестественным образом Бог очищал их как-то изнутри и перепрограммировал там, внутри. Они выходили после богослужения. Они любили людей. Они тянулись к людям. Они хотели им о Боге сказать. Их глаза горели. Искорки просто прямо из глаз сверкали. Любовь к другим людям, к родным, к близким. Они прощали. Не хотели ничего делать. Освящающая работа Святого Духа. Пятый урок. Они верили, что Дух Святой может сойти на любого человека. Тоже очень интересно, потому что в Старом Завете только избранные цари, пророки, священники, они говорили, нет, Дух Святой может сойти на любого, на всякого человека. Вы можете пророчествовать, вы будете видеть видение. Бог будет говорить с каждым из вас. Вам не нужен пастор, чтобы вы говорили с Богом. Вам нужно самим соединиться с Богом, потому что один посредник между Богом и человеком, это человек Иисус Христос. Они верили, что Бог каждому дает проявление Духа на пользу. Коринфянам 12, 7, 6 урок. Они ожидали скорого возвращения Христа. Это удивительно. Но в церкви было эскатологическое настроение на высоком уровне. Это означает, что они не цеплялись за эту земную жизнь, не спорили, не доказывали. Я прав, нет, я прав, нет, я прав. Да я тебе что сказал? Они намного легче относились даже к несправедливости, к тому, как их гнали, потому что они говорили наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа Иисуса Христа. Земля не наш дом. Мы на пути к небесному дому. Они ожидали и желали восхищения церкви. И, наконец, седьмой урок, который мы можем извлечь из пробуждения 20 века, миссионерское направление церкви. Мне очень нравится, как Вильям Сеймур, известный нам по пробуждению на Азуза-стрит, сказал, он сказал так, количество крещенных Духом Святым и количество миссионеров должно быть одинаковым. Другими словами, если ты крещен Духом Святым, ты молишься на иных языках. Это не для того, чтобы ты просто для себя согрел себя, утешил себя. Это для свидетельства, чтобы ты шел и проповедовал Евангелие. Вы знаете, очень интересно, потому что, когда был Дух Святой из Лит, туда, на Азуза-стрит, то там было очень много методистов, было немало тех людей, которые по сути своей придерживались учения Кальвина. И мы знаем, что это учение не делает такой акцент на евангелизации. Но когда они были исполнены Духом Святым, они пошли. Они поехали в разные страны и понесли Евангелие. Я закончу вопросом, что нам сегодня делать? Есть ли что-то, что нам нужно делать? И у меня есть три мысли, которые я хочу предложить вам. Я вечером молился, я думаю, а что нам сегодня делать? Когда вот вы изучаете это, у меня, вы знаете, просто вот аппетит к Духу Святому. Я хочу, чтобы мы все были исполнены Духом Святым. Я в действительности хотел бы, чтобы это пробуждение захватило каждого из нас и нашу страну, и наши города, и наших родных и близких. И вот три мысли, которые я хочу предложить вам. Первое. Увидьте, признайте то, что в наши дни происходит излияние позднего дождя. Сто лет назад христиане, получив Духа Святого, говорили, «О, Иисус придет скоро!» Это поздний дождь. Сто лет спустя, 2021 год, мы с вами живем, нам-то еще больше. Нужно признать то, что мы-то по-настоящему живем в последнее время. Посмотрите еще раз на цифры. 1947 год. Пять миллионов евангельских христиан. 2021 год, в котором мы с вами живем, 970 миллионов, и эта цифра продолжает расти. Это ли не признак того, что Бог собирает урожай и делает свою последнюю жатву из людей этого мира? Итак, первое. Увидьте и признайте, что это Божие движение. Второе. Второе. Приблизьтесь к Богу. Я сам себе говорю, когда я вижу это, я не хочу иметь покаяние сухих глаз. Я не хочу быть умственным христианином. Я не хочу быть сухим. Я хочу переживания с Духом Святым. Я хочу, чтобы Дух Святой наполнил меня. Я хочу, чтобы сила Божия была в нашей церкви. И третье. Нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти. Для того, чтобы дома сидеть, тебе не нужна сила Божия. Но сила Божия сойдет на тебя, когда ты увидишь больного человека. и скажешь, позволь мне помолиться о тебе. И ты переживешь силу Божию, которая сойдет в этот момент. Я закончу еще раз этим стихом. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Давайте... Давайте... ПОДПИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...